Далеко не первый раз мы уже являемся свидетелями того, что на страну участницу Альянса НАТО попадает или пролетает над ее территорией, или попадает, как в сегодняшней ночной массированной атаке, российский боеприпас, в данном случае шахет. Почему мы видим довольно-таки спокойную реакцию на это, я подчеркну, страны-члены Альянса НАТО? В чем причину вы лично для себя видите? Тут на самом деле две причины, и обе объясняются как раз тем, что мы говорим о странах, которые официально входят в Североатлантический Альянс. Первая причина касается того, как в Альянсе понимают работу своей системы коллективной безопасности и того, когда она должна быть активирована. Мы все знаем о пятой статье Вашингтонского договора, о том, что военные нападения на одну из стран-членов Альянса являются для других стран таким же актом агрессии, и, соответственно, все страны НАТО должны помогать той стране, которая является жертвой этой военной атаки. Но как раз в этой пятой статье, в том, как трактуется термин военная агрессия или военное нападение, как раз здесь зашит тот нюанс, который на практике мы видим вот в такой реакции и Румынии, и Польши еще до этого. Дело в том, что с точки зрения международного права военные нападения трактуются как действия, в котором обязательно должны быть три составляющие. Первая составляющая. За этим нападением должны стоять регулярные вооруженные силы третьей страны, страны-агрессором. Второй обязательный момент. Действия регулярных сил страны-агрессора должны быть подчинены стратегическому плану, который был утвержден на высшем военном уровне в этой стране-агрессоре. То есть это должна быть осознанная агрессия, а не чья-то личная война какого-то генерала или полковника. И третий обязательный момент в этой истории это то, что эти стратегические планы военной страны-агрессора должны были тоже быть утверждены на самом высшем политическом уровне. Для того, чтобы исключить момент, что НАТО ввязывается в войну, когда в какой-то третьей стране, грубо говоря, военные решили подставить своего президента. С этой точки зрения ни один из инцидентов, которые мы видели, в том числе и последний касательно Румынии, не подпадает даже не под один из этих трех обязательных компонентов, трех обязательных составляющих для того, чтобы можно было говорить об угрозе системы коллективной безопасности НАТО. То есть это первый момент сугубо организационный, который не позволяет странам-членам НАТО говорить о угрозе системе евроатлантической безопасности без вот этих трех обязательных составляющих. И второй важный момент для понимания всей ситуации, он заключается в том, что на самом деле в первую очередь Россия заинтересована в том, чтобы страны-члены НАТО начали нервничать и говорить о пятой статье Вашингтонского договора. При этом мы понимаем, что вот учитывая эти нюансы, как трактуется военное нападение, понятно, что дальше разговоров никаких практических действий по активации этой системы коллективной безопасности Альянса не будет. И тогда российская пропаганда получает просто идеальную картинку, когда они могут говорить, вот видите, НАТО не может защитить само себя, потому что вот они говорят о пятой статье, но дальше разговоров у них ничего не выходит. Значит, эта система не работает. То есть для Альянса в этой ситуации, для того, чтобы выбить козыри из рук российской пропаганды, идеальный вариант – это максимально мягкая реакция. То есть не давать России и российским пропагандистам даже минимального повода говорить о том, что в Альянсе что-то не работает. То есть вы увидели реакцию румынского министерства обороны, где они сказали, что на самом деле действительно осознанного акта военной агрессии против страны здесь не было. И Румыния имеет все средства под рукой для того, чтобы мониторить ситуацию и в случае чего реагировать соответствующим образом. Без упоминания НАТО, без упоминания пятой статьи Вашингтонского договора. Субтитры создавал DimaTorzok